Долгожданные новогодние праздники подошли к концу, и пора возвращаться к трудовым будням. Но после нескольких дней расслабления и отдыха непросто вновь включиться в работу. Именно поэтому стоит задуматься о важном вопросе – как вернуться в рабочий ритм максимально комфортно и продуктивно. В первую очередь стоит обратить внимание на режим сна. Нередкое явление, когда из-за отсутствия нужды в раннем подъеме биологические часы сбивают свой ход и заснуть вовремя, а тем более проснуться в холодное зимнее утро становится очень трудной задачей. И как-то вот так экстренно сказать, что вот я сегодня, до этого я ложился там в час-два, в три утра, а завтра у меня на работу я сегодня лягу в десять. Да, человек ляжет, но он не заснет, потому что у него произошла сбивка режима уже. Поэтому вот если до двух часов, это еще более-менее можно компенсировать. А если больше двух часов, то тогда, ну, тут уже тогда важно, вот в этот день, когда мы, да, мы легли, ну, там или рано или поздно перед работой, но рано встали и не выспались, вот в этот вечер хотя бы прийти, не ложиться вечером, ну или там днем поспать, да, не давать себе такой возможности, хотя и мы плохо себя чувствуем, потому что это опять будет за счет ночного сна. Как только вы разобрались с режимом и заблаговременно подготовили организм к ранним подъемам, можно подумать и о своем психологическом состоянии. Перед тем, как выйти на работу, убедитесь, что у вас все под контролем. Проверьте электронную почту, планировщик задач и список дел на ближайшие дни. Разберитесь с вопросами, которые накопились за время вашего отсутствия, чтобы не отвлекаться на них в первые рабочие дни. Эксперты советуют постепенно возвращаться к рабочему ритму, начиная с небольших задач и проектов, которые не требуют больших усилий. Это поможет плавно войти в трудовые будни и избежать стресса. Ну, что важно, хорошо вот эти вот праздники мы отметили Новый год, да, у нас вот произошел такой вот сбой, нарушение ритмов, но желательно, чтобы в последующие дни потихонечку, даже если был большой сдвиг в сравнении, во сколько мы встаем в рабочие дни и во сколько мы в праздничные либо выходные встаем, потихонечку, если это большой сдвиг произошел, тогда необходимо хотя бы по часу каждый вечер, каждый день на час сдвигать, для того, чтобы к рабочим дням прийти уже в хорошем состоянии и уже мы пришли к тому рабочему режиму, в котором мы живем и работаем. Настрой на рабочий день – один из главных аспектов, который помогает не впадать в уныние и поддерживать оптимистичное отношение к трудовым достижениям. И, конечно же, не забывать о важности общения со своими коллегами и друзьями. Обсуждайте прошедшие праздники, делитесь воспоминаниями и планами на будущее. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости.